Здравствуйте, мальчики, девочки, а также их родители! Я сегодня хочу познакомить вас со стихами Владимира Орлова. Когда я была маленькая-маленькая, я очень любила эти стихи. Начнем. Повар. Повар, повар, где обед? У меня обеда нет. Был обед, но от него не осталось ничего. Я искал его в котлах, под столами, на столах, осмотрел шкафы и полку, все напрасно, все бестолку. Помню, было на обед сто одиннадцать котлет, сто одиннадцать пирожных, заварных и всевозможных. И компота три ведра было сварено с утра. В том котле была окрошка, а в другом была картошка, а в кастрюле был творог. Я попробовал немножко, а потом еще немножко, а потом еще чуток, а потом еще чуточек, а потом еще кусочек, а потом еще отведал. После взял ДПД, пообедал. Посмотрел, обеда нет, сам не знаю, где обед. Скандальный заказчик. Как-то уж пополз из дома заказать штаны портному. Осмотрел его портной и промолвил. Милый мой, вам нужна одна штанина, то есть ровно половина. Половина, — крикнул уж. Но, простите, это чушь. Представляете картину? Я в штанах наполовину. Обратился он к другому, знаменитому портному. Осмотрел его портной и промолвил. Милый мой, вам нужны для двух штанин два ужа, а не один. Два ужа, — воскликнул уж. Ну, простите, это чушь, это ужас, это страх. Два ужа в одних штанах. Обратился он к другому, знаменитому портному. Осмотрел его портной и промолвил. Милый мой, завтра выполню заказ и сошью штаны для вас. Но в штанах не разместится, если вам не раздвоится. Раздвоится, — крикнул уж. Ну, простите, это чушь. Отменяю свой заказ, обойдемся и без вас. Чем носить какой-то брак, буду ползать просто так. Кошкины сапожки Сапожнику две полосатые кошки на ножки свои заказали сапожки. Пожалуйста, шейте скорее, дружок, на каждую ножку один сапожок. Сапожник ответил, — понятно, понятно, такая работа мне очень приятна. Сапожки пошить пустяковое дело, бубенчики справа, бубенчики слева. Годами я делал сапожки для многих. Я делал для многих, но только двуногих. Для девочек шил я и шил для старух. Считать научился я только до двух. Уж вы посчитайте, пожалуйста, сами. Но кошки в ответ шевельнули усами, Потом покраснели до самых ушей. Умели считать они только мышей. И грустные кошки ушли по дорожке. Сороконожки Рано утром по дорожке В класс бегут сороконожки. Раньше всех они проснулись, Раньше всех они обулись, Натянув на сорок ног сорок маленьких сапог. Раньше всех они успели застелить свои постели, И теперь бегут из норок раньше всех минут на сорок, Раньше всех в свою еду, доедая на ходу. Вот они заходят в класс. С опозданием на час. Говорят им, Где вы были? Вы про школу позабыли? Вы проспали? Не проспали. Вы гуляли? Не гуляли. Мы стояли на пороге, Вытирали ноги. Цветное молоко Как-то летом в полвторого Миша встретилась корова. Он позадумался всерьез, Постоял и произнес, Вы цветы жуете летом, Но однако же при этом Мне цветного молока Не давали вы пока, Удивляется корова. Ну и что же здесь такого? Вам цветное молоко? Это просто и легко. Принесу, даю вам слово. И пошла пастись корова. Может, день, а может, сутки Ела только незабудки. Ела, 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 ела и сказала, Плохо дело. Ничего не помогло, Молоко белым бело. Да, корова промычала, Нужно все начать сначала. И до вечера в овражке Ела желтые ромашки. Ела, 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 ела. И сказала, Плохо дело. Ничего не помогло, Молоком белым бело. Может, что-то здесь не так? Может, кушать красный мак? Красный мак она поела и сказала, Плохо дело. Ничего не помогло, Молоко белым бело. Ах, промолвила корова, Я, наверное, нездорова. Не пойти ли мне к врачу? Я провериться хочу. Что ты, милая корова, Ты у нас вполне здорова. Никуда ты не ходи, Ты на Мишу погляди. Как у нашего Мишутки Глазки словно незабудки, В золотистые кудряшки Словно вопли ромашки, Щечки словно маков цвет. Не Мишутка, а букет, Улыбается корова. В самом деле я здорова, Мне приятно и легко, Я пошла по молоку. Ворона Кра Кричит ворона Кража Караул Грабеж Пропажа Бор прокрался утром рано, Грош украл он из кармана, Карандаш Картонку, Пропку И красивую коробку. Стой, Ворона, Не кричи, Не кричи ты, Помолчи, Жить не можешь без обмана, У тебя ведь нет кармана. Как? Подпрыгнула ворона И моргнула удивленно. Что же вы раньше не сказали? Караул Карман Украли.